специальный аппарат который назывался диапроектор вот там по сути это просто внутри лампа туда вставлялась пленочка и вот за это колесико вращали и на стену проецировалась вот это изображение слайд с текстом члены семьи читали с выражением выключали свет это все в такой уютной атмосфере с выражением читали вот эти истории вот кто такой диафильм а сейчас их отцифровали в сети интернет можно найти практически все диафильмы которые в те времена мы смотрели в нашем детстве отцифровали выложили в сеть и вот мы сейчас читаем с вами оцифрованную версию этих диафильмов моей бабушки таких полно да многие даже сейчас продают был такой мультик на карусели волшебный фонарь вот это тоже самое конечно это тот самый волшебный фонарь а сейчас раскидает очередь вы просто называете на просто и я рабе василиса нас я так быстро не могу ребят я повторяю имя и следующее алекс самсон меня зовут сашка саша ты будешь читать да я буду я буду читать саша именно называйте пожалуй евангелинец читать на себя записала я тоже буду мира ребят можно поднятием руки ребята можно выбирать кнопку поднять руку и вас будет видно у нас частности давно подняли руку николь и сейчас скажу евангелина опять же ангелина записала еще есть кто хочет почитать будет оля будешь и я тоже мирослава мирослава я тебя записала милана милана так еще александра будешь читать да ты без брата на без брата в этот раз он пошел за продуктами какой молодец так ну давайте ребят я прочту свой список если кого-то если кто-то не услышит свое имя еще еще раз повторите пожалуйста рабе василиса алекс самсон настя саша евангелина мирослава мирослава николь оля милана александра никого я не забыла у нас по-моему две мирославы две мирославы ух ты а нет нет извините перепутала нет евангелина какая-то одна была быть вот у нас есть одна нет я знаю какая из них пришла первая скажи мне пожалуйста какой номер у мирославы должен был быть у нас одна мирослава все таки или две 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 номер 8 номер 8 спасибо еще 2 мирослава будет читать не читает особо а вы можете почитать за нее если хотите хорошо если надумаете пишите давайте выключаем микрофончики включаем только чтобы почитать я запускаю конструкцию алиса прости пожалуйста я не успеваю перенумеровать смотри номер один рабе номер два василиса а дальше кто был третий 3 алекс стой секунду еще что говорит имена оля или та самая оля которую можно называть олей у нас десятая если это не какая-то другая новая оля до 1 оля 50 конечно говорит я там со мной сидит моя мама и вспоминает те времена там где были эти рулетки и титры вот эти и вот эти вот окошечки интересно мы будто совершаем такое путешествие во времени а у меня прям дома вот прям недавно смотрели прям фотографии старые на фотопленке у нас много таких баночек ну как классно евангелина мама не хочет почитать с нами мама сейчас не рядом со мной но она сейчас вернется я у нее спрашиваю и предложим и ее тоже в список запишем хорошо я просто размечталась я могу спросить у своей бабушки она может тоже конечно конечно бабушку тоже надо позвать полина я думаю что не обязательно номеровать на самом деле я люблю своим списком пользоваться давайте я буду просто вызывать спасибо то пропустила или забыла ребят вы пишите в чат или поднимайте ручку администратор мне тогда скажет хорошо она пришла я тогда пишу номер 14 мирославы все давайте скорее начинать у нас две прекрасные истории про всеми любимого очаровательного толстенького мужчину самом расцвете и про его друга малыша все начинаем астрид лингвин меня не меня не пронумеровали а ребят мы решили не нумеровать я буду своим списком пользоваться просто внимательно слушать и следить а я сейчас еще не включила я жду когда мы очередь распределим чья мама будет а может вопрос а какой я номер я акубзар ребятки сейчас слушайте внимательно мы решили не нумеровать у меня есть список вот я буду вас вызывать по своему списку не беспокойтесь если я кого-то вдруг забыла вы сразу пишите в чат и я вас вызову вне очереди хорошо я буду следить за читать я мама хочет моя евангелина евангелина хорошо номер 15 мама евангелин видите как хорошо все и хотят вспомнить свою папу можно конечно не можно нужно где папа чей папа давайте так все остальные пожелания в чат хорошо ребятки все включаем микрофончик только чтобы почитать запускаю демонстрацию и вызываю вас слушайте внимательно свои имена начинай трапе можно я скажу секунду rabia извини кто говорит я если вы меня если вы меня спросите я буду не отчищать то кто то пропустите меня пожалуйста у меня возможно залагает акубзар хорошо алекс хорошо мы тогда тебя потом вне очереди спросим все давайте уже погружаться в историю часть первая Часть 1. В городе Сокхоне на самой обыкновенной улице, в самом обыкновенном доме живет самая обыкновенная шведка. Шведская семья. Она состоит из папы, мамы и трех самых обыкновенных. Можете перевернуть страничку? Я вовсе не самый обыкновенный малыш, говорит малыш. Но он, конечно, ошибается. Начинаем в веке столько малышек, которым 7 лет и у которого голубые глаза. Но вот историю, которая к ним приключилась, не назовешь обыкновенной. Посудите. 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 Посудите сами. Как-то вечером малыш с грустью гладил в окно на прекрасного щенка, который гуляет перед его домом. Малыш так хотел, чтобы это был его щенок. И вдруг... Василиса. И вдруг... И вдруг он увидел, что мимо пролетел... Да-да, именно пролетел... Человечек с пропеллером на спине и красной кнопкой на животе. Сделав небольшой круг, человечек вскочил на подоконник и спросил, можно здесь приземлиться? Меня зовут Карлсон. Карлсон, который живет на крыше. Привет, Карлсон, сказал малыш. А сколько тебе лет? Я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил, ответил Карлсон. Алекс продолжает. Секунду. Можно я покажу одну вещь? Давай после диафильма. Алина, пожалуйста, продолжай. Тут он увидел на полке игрушечную паровую машину. Давай запустим, предложил Карлсон. Без папы нельзя, возразил мальчик. Спокойствие, только спокойствие. Я лучший в мире специалист по паровым машинкам. Карлсон налил из бутылки динатурату. Динатурату. Я не знаю про это слово. Зажег фитиль и стал крутить какую-то ручку. Машина запахтела. Лучший в мире спец... Спец. Закончить Карлсон не успел, потому что в этот момент раздался оглушительный взрыв и паровой машины не стало. Ее обломки разлетелись по всей комнате. Там сон. Моя паровая машина. Пустяки, делай житейское, малыш. Я дам тебе еще лучшую машину. У меня дома несколько тысяч паровых машин. Уж сотни-две. Наверняка. Во всяком случае, не меньше дюжины. И Карлсон вылетел в окно. На следующее утро малыш лежал на полу и читал. Вдруг в комнату влетел Карлсон. Чем это так вкусно пахнет? Местные тевтельки? Я люблю местные тевтельки. Я сейчас сбегаю на кухню, сказал малыш. Мамочка, дай мне... Мамочка, дай мне несколько тевтелей. Мне очень нужно, вкрадчиво попросил малыш. Хорошо, сказала мама и положила на тарелку шесть тевтелей. Настя. Кахлсон. Крикнул малыш, отворяя дверь. Но Карлсон исчез. Малыш заглянул даже под стол. Нигде его не было. У малыша сразу же испортилось настроение. Он ушел. А дальше я не вижу. Тебе не видно? Он ушел! Ушел! Закричал малыш в отчаянии. Продолжай. Но вдруг до малыша донесся какой-то странный писк. Пип из-под одеяла выглянул рукавое лицо Карлсона. Хи-хи. Ты сказал, он ушел. А вот он совсем не ушел. Он только спрятался. И тут Карлсон увидел тевтельки. Тевтельки. Ты знаешь, что такое тевтельки? Да. Хорошо, продолжай. Он стремился к кровати прямо к тарелке. И схватил на лету тевтельку. Взвился. 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 Взвился к потолку за довольным видом. Принялся жевать. Спасибо. Саша продолжает. Мне надо идти обедать. Мне надо идти обедать, сказал малыш. Малыш, а ты пока играй в кубики. Карлсон сунул себе в рот эже тевтельку и кинулся в ящику тевтельку. Сейчас увидит, кто лучший в мире строитель. Все уже сидят за столом. Папа и мама. Папа и мама торжественно начал. 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 Малыш, пойдемте. Кто мне в комнату? Кто мне в комнату? В комнату. В комнату только обижайте. Кто вы не будете другая? Ругать. Ругать Карлсона за историю с паровой машиной. Мне это читать? Если хочешь, продолжай. Если нет, давай передаем. Ты как? Да. Надо отвечать за свои поступки. Трого, сказал папа, а не сваливать. А сваливать вину на какого-то Карлсона, которого вообще не существует. Нет. Существует. И я вас сейчас с ним познакомлю. Передаю. Спасибо, Саша. Евангелина продолжает. Сейчас вроде я была... Мирослава. Нет? Нет, после Евангелины Мирослава. Я была... Когда они вошли в детскую, Карлсона в комнате не было. На этот раз по-настоящему. Нигде. Зато на полу возвышалась башня. А на самом верхнем губике вместо купола лежала круглая тепстелька. После обеда огорченный малыш ушел к себе в комнату. И тут он услышал знакомый звук. Привет, малыш, крикнул Карлсон. Ой, кто разрушил мою башню? Где моя тепстелька? Я не думала, что ты вернешься, оправдывался малыш. Нет, я так не играю. Карлсон надулся и молчание длилось долго. Наконец Карлсон сказал, если я получу какой-нибудь подарок, то, может быть, опять повеселею. Мирослава. Малыш подбежал к столу, где в него хранились самые драгоценные вещи. Коллекция марок, морские камешки, оловянные солдатики. Он вытащил электрический фонарик и протянул Карлсону. Он твой, сказал малыш. Ура, горит. Давай играть в палатку. И Карлсон, накинув на голову одеяло, зажег фонарик и крикнул. Заходи ко мне на огонек. Стоять рядом с Карлсон в темноте под одеялом и светить фонариком было так интересно, что дух захватило. А вы любите так играть, ребят? Да. Я такое игру еще никогда не слышала. Ну вот вам идея. Продолжает Николь. Ну, когда Карлсон подтащил малыша в прихожую, он спорил, чтобы сейчас своей сестре бита весь вечер не показываться на глаза. А она нас и не увидит, успокоил его Карлсон. Можно я еще буду читать? Конечно, конечно. Он действительно распахнул дверь комнаты, где в сумерках сидела бита, скрикнул. Это мой несносный братишка. Сейчас я ему задам. Старшую сестру звали Беттон. Беттон. Спокойствие, только спокойствие прошептал Карлсон. Когда они, надрываясь от хохота, добрались до комнаты малыша и захлопнули дверь перед самым носом биттон. Беттон. 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 Хорошо, спасибо. Продолжает Оля. Беттон. Ты Оля? А я опросила Николь. Николь есть у нас? Да. Это я. Ты и Оля, и Николь? Можно меня Толя зовут? Ольга. Ну, хорошо. Как тебя называть лучше? Я называю Оля. Хорошо. Будешь Оля. Мила, она тогда. Разгоряченый сон бросился к аквариуму и пусть в воду стали жадно пить. Осторожно мои рыбки, мои рыбки, испугался малыш, когда у человека жар ему надо много пить. Я рыбки эту пустяки делал жительское, сказал Карлсон. Разве ты болен? Чем встревожился малыш? Люблю тебя холодный, но Карлсон твердил свое умение. Зар 30-40 градусов мне, ух ты, меньше и ты, дольше стать мне родной матерью. Малыш твердо решил стать Карлсону. Пардон, матерью, но не знал, что ему надо. Делом запасил с ланцами и мы полетим ко мне на крышу. Умница, Милана, Александра. Рассказать. Давай быстро, Александра, секунду. Милана, что ты хотела? Я видела, что вы что-то отправили, а на какую кнопку? Я не поняла вопроса. Еще раз. Вы в зуме что-то отправили. Вы сказали, когда хотите что-то рассказать, возьмите какую-то кнопку. Я не знаю, на какую. Нужно написать в чат. Тебе нужно найти надпись чат. Ты с компьютера выходишь? Чат. Чат, это где мы пишем. Чат. А вы можете, пожалуйста, на секунду остановить демонстрацию? Я хочу показать. Что показать? У меня есть предмет с Карлосом. Давай после, хорошо? Давай мы дочитаем, а то мы сейчас историю забудем, ребят. Милана, выключай микрофончик. Мы после диафильма поговорим об этом, хорошо? Александра, пожалуйста. Спасибо, Александра. Вернувшись, малыш написал маме записку. Я наверху у Карлсона, который живет на крыше. Карлсон нажал кнопку на животе, и они вылетели из окна. Лишь бы мотор не отказал, сказал вдруг Карлсон. «Ведь тогда мы упадем, но это пустяки. Дело житейское». Карлсон набрал выставку и приземлился на крыше. А теперь, малыш, сам отыщь мой домик. Отыщи. Отыщи мой домик. Малышу никогда не случалось бывать на крыше. Они переходили от одной трубы к другой. И это оказалось так увлекательно. Увлекательно. Спасибо. Давид. I'm here. Так. И вдруг малыш увидел маленький домик. К домику была пробита табличка, чтобы все знали, кто в нем живет. Малыш прочел Карлсон, который живет на крыше. Можно перевернуть? Не спеши, Давид. Давай с выражением. Мне нужна немедленная вещь в постель, потому что я самая тяжелая больной в мире. С этими словами Карлсон улегся на маленький диванчик. Ты ведь собирался стать мне родной матерью, – расстанел Карлсон. Приготовь мне лекарство от жала до поскорей. Оно называется фритерный порошок. Фритерный. Вот рецепт, – продолжал Карлсон. Кусок шоколада и несколько конфет. Все это истолочь, а потом добавить такую же порцию печенья и хорошенько перемешать. Лучшее средство от жара. Ступка на буфете. Я передаю, пожалуйста. Молодец, очень хорошо. Бабушка Мирослава здесь? Да. Вот рецепт, – продолжал Карлсон. Кусок шоколада, а это уже было. Ступка на буфете. Приторный порошок по рецепту Карлсона выглядел так аппетитно, что малыш и сам согласился слегка заболеть, чтобы принять его. «Всыпь в меня двойную дозу», – попросил Карлсон. Через полминуты Карлсон сказал. «Свершилось чудо! Я выздоровел! Ну, а теперь я хочу немного поразвлечься. Давай побегаем по крышам». Ходить по крышам было очень страшно. Малыш чуть не свалился в щель между домами. «Весело!» – крикнул Карлсон, в последний момент удержав малыша за руку. «Вдруг из ближайшей мансарды раздался плач грудного младенца. Карлсон заглянул в окно. Чрезвычайно заброшенный младенец. Отец с матерью где-то бегают, а ребенок надрывается». «Какая умница бабушка у Мирославы! Спасибо!» Продолжает мама Евангелины. Они перемахнули через подоконник и очутились в комнате. Карлсон пощекотал младенца своим толстеньким пальцем и сказал. «Плюти, плюти, плют!» «Так всегда говорят грудным детям, когда они плачут», – объяснил он малышу. Карлсон вытащил младенца из кроватки и энергично встряхнул. Малютка от изумления на минуту затихла, но тут же разревелась с новой силой. Тогда малыш взял из рук Карлсона кричащий сверток и нежно прижал к себе. По-моему, она хочет есть. «Прекрасно! Спасибо большое! Папа Оля есть?» «Оля визеля начинает!» «Вон на буфете лежит колбаса и картошка», – сказал Карлсон. «Маленьких детей кормят молоком», – возразил малыш. «Не учи лучшую в мире няньку», – огрызнулся Карлсон и вылетел в окно. Он скоро вернулся с бутылочкой молока. «Ты ее стащил?» – ужаснулся малыш. «Нет! Что ты? Взял! Займи, на одном боковом!» Через 10 минут малышка, наевшись босатым, крепко заснула. Уже совсем стемнело, когда малыш и Карлсон побрели по крышам к домику. «Не таившемуся за другой». И тут они увидели, что по улице лчится пожарная машина. Машина остановилась у них дома. Вокруг собралась толпа. И хотя не было видно на огня ни дыма, от машины до самой крыши выдвинулась длинная лестница. «Как замечательно! Вы почитали! Спасибо большое! Давайте продолжим по кругу!» «Рабия!» «А вдруг это за мной положился малыш?» «Помнив о своей записке, он сихо стоял и ждал, когда пожарный, который уже лет полез, доберется до крыши». Давайте по одному, там осталось немножко. «Даша!» «Василиса сейчас!» «Нет, после... Ой, извини, пожалуйста!» «Да, да, Василиса, извини, я старый список смотрю! Спасибо!» «Когда пожарный, взяв малыша на руки, двинулся с ним назад, назад к лестнице, этот Карлсон в дорогу выглянул из-за ближайшей трубы и проговорил громким шепотом. «Привет, малыш!» «Привет, малыш!» «Привет, Карлсон!» – прошептал малыш. «Алекс, ты с нами?» «Да!» «Внизу малыша ждали мама, папа Бостеев, Битан и много чужих людей. Мама крепко обнила его. Обещаю, что ты никогда больше не будешь один разгуливать по крыше», – сказала мама. «Обещаю, ответил малыш, я буду только ходить с Карлсоном». «Только с Карлсоном?» «Да». «Конец, ребят!» «Все большие молодцы!» «Ну, мы, пожалуй, не будем сейчас вторую историю начинать, потому что, я смотрю, у нас осталось десять минуточек. Оставим ее на следующий раз, согласны?» «Давайте!» «Понравилась вам история?» «Да!» «Да!» «Очень понравилась!» «А в следующий раз – это какой день?» «Смотрите, у нас восписание такое, во вторник!» «Спасибо!» «Мне понравилось, как читать взрослые!» У нас во вторник 22 по Москве и в субботу 20. У меня вопрос, у меня вопрос. У кого вопрос, минутку подождите. Что ты говоришь, Милана? У меня вопрос, когда вы можете выходить. Следующий урок такой. Конечно, можете выходить. У меня вопрос такой еще один раз будет. Я что-то хочу сказать. Давайте по очереди, ребят. Милана хочет что-то сказать. Милана, говори. Когда... Когда... До свидания. И малыш забрали на крыше. Мне что-то показалось, что малыш полетел. До свидания. Нет, нет, слава богу, все хорошо закончилось. Малыш не полетел. Ой, до свидания. Мне кажется, я размечталась просто. У него уже не было пропеллера. Спасибо, ребятки. До свидания. Увидимся. До свидания. Спасибо всем. До свидания. До свидания. Пока. Огромное спасибо. Алекс, что ты хотел сказать? Говори теперь. Когда еще будут сказки? Когда еще будут? Мы будем читать во вторник в 22 по Москве. Если для тебя это поздно, я не знаю, в каком ты часовом поясе. У меня... Я в Греции, у меня же в 8 часов. В 8 часов. Ровно в 8 или без 10? Без 10. Без 10 в 8. Значит, на 1 час от Москвы раньше. Значит, в 9 часов будет. В 9 часов вечера. Ты во сколько ложишься? В 10 в 11. Ну, значит, в 9 нормально. Приходи в 9 во вторник. Да. Спасибо вам, Феркашка. До свидания. Спасибо большое, ребятки, за компанию. Спасибо. Было очень интересно с вами читать. Еще урок какой? Ну, в следующий раз мы продолжим про Карлсона, наверное. Я думала, сегодня две истории успеть. Но мы не успели. Ничего страшного. Мы очень хорошо почитали, зато одну. Мы же не спешим, правда? У нас много времени. Впереди много интересных историй. Раби, а ты где живешь? В Турции. В Турции. А там сейчас сколько?